Всех приветствую! Данное видео предназначено специально для владельцев сканера Canon Lite 35, ну или как там оно правильно читается. Данный сканер прекрасно работает в 32-битных версиях винды, а вот в 64-битных работать не хочет. Как видим, я его уже подключил, винда пытается искать драйвера как в самой себе, так в центре обновлений, но это всё бесполезно. Если же зайти на сайт фирмы Canon, то там есть драйвера для 32-битной версии, они нам не подходят, а 64-битная отмечена как несовместимая и нас посылают в баню. Однако есть похожая модель сканера, Lite 60, отличается в основном внешним видом и скорее всего немножко прошивкой. В остальном внутренности очень похожи, поэтому драйвера от Lite 60 подойдут для 35 модели. Поэтому смело можем начать скачивать драйвера для Lite 60, но не спешите на этом выключать видео. Дело в том, что если попытаемся устанавливать драйвера стандартным способом, ничего не получится. Программа установки напишет, что нужный сканер не подключён и откажется всё устанавливать. Помимо самого драйвера не забудьте скачать программу для сканирования, если конечно вы не пользуетесь чем-то другим. Скачанные файлы являются ничем иным как самораспаковывающимися архивами. То есть когда мы его запускаем, файл распаковывается, а потом запускается установщик. Но установщик говорит, что у нас не Lite 60, поэтому отказывается устанавливать драйвер. Поэтому нам понадобится вручную распаковать файлы из архива. Для этого можно воспользоваться программой WinRAR или же 7-zip. Как видно, внутри одного архива находится ещё второй, его распаковываем аналогичным способом. И теперь мы наконец-то добрались до файлов драйверов. Теперь осталось только взять винду и ткнуть её носом в эту папку. Для этого открываем диспетчер устройств. Есть несколько способов его открыть. Я клацаю на компьютере правой кнопкой мыши и выбираю управление. Далее в диспетчере устройств находим нужный сканер, нажимаем на нём правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Обновить драйверы». Винда предлагает найти драйвера в центре обновлений, но мы уже убедились, что это бесполезно, поэтому будем выполнять поиск на этом компьютере. В следующем окне винда предлагает искать драйвера в определённой папке. Но так как она будет делать это автоматически, ничего не найдёт, модель-то у нас другая. Поэтому нажимаем «Выбрать драйвер» списка уже установленных. Согласитесь, немного дебильная логика, если учесть, что драйвер-то у нас ещё не установлен. Но тут мы выбираем пункт «Показать все устройства», нажимаем «Далее» и появляется волшебная кнопочка «Установить с диска». Нажимаем её и уже теперь идём в ту папку, в которую мы распаковали драйвера. Далее жмакаем «Кэна сканлайт 60» и нажимаем «Далее». Винда, конечно, нас предупреждает, что драйвер какой-то левый и после его установки может произойти всё что угодно вплоть до большого взрыва, но мы с этим соглашаемся и после этого драйвер успешно устанавливается. В принципе, на этом танцы с бубном, можно сказать, закончились. Осталось только проверить сканер, а для этого мы установим программу «Кэна скан тулбокс». Нажимаем на файлю два раза, он распаковывается, открываем папку, куда распаковался. Так как «Кэнон» — это прогрессивная современная компания, она разделила установщик на 7 дискет. Открываем первую и запускаем установку программы. Устанавливается она вполне стандартным способом, то есть «Далее, далее, 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 далее» готово. Правда, в конце предложит перезагрузить компьютер, делать это не обязательно, она работает и без этого. Ну ладно, давайте же запустим программу и попробуем что-нибудь отсканировать. При первом запуске программа попросит выбрать сканер, выбираем «Light 60». После этого сканер откалибруется и начнётся, собственно, сканирование. Открываем отсканированное изображение и убеждаемся, что сканер действительно нормально работает. Вот, собственно, и всё. Если видео понравилось, вы сами знаете, что делать. Если не понравилось, не стесняйтесь ставить дизлайки и писать в комментариях всё, что обо мне думаете. На этом прощаюсь, всем пока.